ПЕСНЯ ЗА ВОЪЛИКТА ПЕСНЯ Завидал я. Чому? Ну, там что такое залея? Ну, театр здесь не заблукал, а я заблукал до вас. Пошел по лесу и заблукал, что мне черт сблыть там. Видите, пришел я до своего всякого пана Гордеевского. А пан Гордеевский по дворше был артиллеристом и по тих маскалях с гарматы болел. А я вот здесь часа у панцевых служил. Так само так. Так вот, иду я, значит, это пан Гордеевский по дворше, а в рейсу всех. Иду б разлез. Ну, ночи. Бо, с ранницей мы выршли нести в горы, не на колядную шву, а потом ехать в Вильню. А соль? Ну, исти там недалеко. Ну, вот дверь растет. Ну, вон что там холоднее, санки где-то тягнуть. Ну, и решил я, ну, пойду себе прогуляюся, взял пляшку, бо холодно, нагреться треба. Ну, иду себе так. Уже согрелся трохи, ухистаюся. И нечто так склонился так. Присел в эту пень. Доставлю. Напил тыт у него. Ну, зараз Люльку попалю далеко. Пачал там красаву по Крымне пить. И что вы думаете? Труд обронил всю нюю. Увесь выман. Ну, я тут распалю. Такая мне злость, что я замоюсь и крикну, да, дьявол! И вот это была моя погонка. Вы видите? Когда калярная зорка выходит, вся нежесть в своем пекле садить и высунуться боится. А у иншие дни, а сабли мою ночью, лазить по свете и люк посвалитый, спокушаясь в рот. И вот столько я отварился. И что по такому спокойствию? Что ж таки выпалить в эту люльку? Нет, что такое в нем? За то, что ну пойду шукать и может с берозой той беростынной спирогу, но той самый труд. И вот люлька огнивая. Одну ему цель с зоркой, другую. Весь темно, месяц же за хмарами. А не мутные берозы. Ну и не паспорт. Может, может, иглицу заполезли? Ну, елки кругом, только закопиняк чупляют, но иглица есть. Думаю, ну зараз залезу под елку, наберу ту иглицу, лезу под елку. Там, в лучшем вылетят. А под елкой не развернешься, шаг из похвал не вытягнешь. И я так просил, тылом наперед, с под той елки, а вот же за мною. Матка воска. А люлька, вот ты, то не обнабито. Я у тебя люльку, я буду урку, тьму, и увесь ты, то не по ветру. Я так разобрал, а я ж так чихнул, как с пистоли скрыли. А с под елки так и чих разнулся, не мой гармата. И усея глица сыплется, снег сыплется. И усея глица там, усея глица, усея глица, усея расправил. А пацан с под елки, лазит. Чур. И усея за растровку непритомны. А лезь елка с под елки и говорит, «Витаю, сыновный пан Байкошевич!» Так пану не ласкал и поклитков, что я не мог не брести на пана. Вот такая боса. Ну что, где я? Я говорю, и что? И что робить зараз, боже? Ну вот что-то тут произошло. Ну как-то ложь-то кажу. Я зараз, пана, заблытою. Пан Павле под елкой. Я пана после спрыгну, и поеду за пана увильню. На соньку и там интриговать, великое князко разваливать, дыма с калям продавать. Ха-ха-ха-ха-ха! Шо? По душу пана кажа. Я уп, петла зацарну. Эх, дьявол, дьявол. А че не ж ты таки маленький? Так, холод-то кажа у вас тут зима. То я до пекельного жару привыцный, но ось и изменьшился трогун. И дрыжит. Я кажу, сука, ну ты ж задохлик. Гляди, у меня двести фунтов ваги. Ну а мы двести фунтов. Ну, шабля два фунты, боты по фунту. Ну, вопротка, ну, может, фунты три. Мукали с перстенками, потому что, я как раздобрил. А остальные что? А остальные что? Я кажу, ну шашла хэльская, я домашкаю, не потяхнешь. Потяхну, кажа. Я кажу, сдыхлик, брешешь. И он, кажа, собака брешет. Сдыхлик я все раз кажу. Я кажу, грешник кажа. Я кажу, ой-ой-ой. Ну, как потяхни, что докажи. А я кажу, только и докажу. И докажу. Ну, и, как ты свою модность террористку докажешь? Ну, как хочешь, так и докажу. А я тут уже. Ага. Гадаете? Чёртка льёт узимку. И он троху дурнитель здеется. Тому что и он, да, пекло прозвращается трохно. И халаза у него не працунет. И я так говорю. Ну, чёртом подмануть, это не склада. А нёла склада не будет. А то пришли. А чё тебе а нёла подманить? Вот. Я кажу. Ну, добра. Вот. Бачишь, вот, сосна. Ну, два охопы. Ба, чё кажа. А чё сможешь ты эту сосну завалить? Лёгко. Я говорю. Погоди. Чакай. Чакай, чёрте. А чё? А чё? Давай добавимся пока. Кали ты мне докажешь, что ты мочный, и эту сосну сможешь завалить, то я сам тебе своему швардам. А как не сможешь, то ты мне люкку запалишь и до пекла пойдёшь. Добра, кажется. Ну, я говорю. Слухай, чёрт. А чым ты думаешь? О, слушай. О, слушай. О, головой ты тым местом, с якого хвост растет. И он сказал. Ну, хипа. Хипа дурны ты, пан Бардашевс. Чего у вас столько жарецких и кушать? Столько на шапле пьётеся и горелку пьёте. А что такое наука? Да, вот ты ведаёте. Конечно, головой науковцы уже давно это доказали. А у нас упекли. И падал она. Я говорю. Ну, добра, добра. Ну, так, завалите мне эту сосну не капитами своими, а головой. А и он говорит. Ну, это не склада. Садится на снег и начинает нечто там вычеркать. Вот и могут. Я разумею. Мощно. И как трогало. Раз, раз. Наматься. Ладно, он был зубы. Я моя мать русская и странгавская. И покоим там нежно колензом на ту русскую сну у кого падает какой-то упрыватель. Он говорит. А что ты там чёрцами это? Пишешь? Некие знаки дебэльские. А он мне говорит. Это наука. Дурный шляхтиц. Усе позже пробил. Ничего не разумеешь. Я говорю. Слухай, дебэль. А я ведаю. Больше худкий способ как бы завалить эту сушку твою головой. И он говорит. Пайк. Ну, який это способ. Який это способ. А сам таки. У сторонку. Подверми. Самые лапы лезли. Ну, добра. Показывай мне этот свой способ. Я недолго вымыл уже. Учал я го за нижней копыты. И головой птую сосну. Об образ. Матерь Бога. Настравлянский лезь. Такие искры я го с ворчей посыпались. Учал. Я и нюльку заполил. И прыщи от лего такого непритомного чорта. У мех запихал. И ведаете что? Отнесу его на вильне. До острой мрамы. Ко мне вот у пекла. Сунуться сором на было. Ну, а вам Божьей ласки. И доброго родства. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ